Всем привет! Буквально вчера зашел разговор о зимнем хранении кал. И многие жаловались на то, что у кого-то высохли, у кого-то сгнили. И хочу вам показать результат зимнего моего хранения. Таким образом я уже пользуюсь не первый год. Как вы видите, здесь перед вами трехлитровый горшок. И осенью, когда я копала калы, оборвала там просто листву, корни не трогала. Практически насыпью, чуть-чуть пересыпая обычным грунтом, даже не питательным, трофяным. То есть там, где они сидели, оттуда же и копала, вот сюда и закопала. Сейчас вот я высыплю сюда и посмотрим, в каком виде они тут хранились. Видите, полностью тут, как говорится, сплошняком. Не то, что там я каждую по отдельности выкладывала. Естественно, если у вас сорта там строго по названиям, по расцветкам, можно это все делать в отдельные горшки. Но у меня такой цели не стояло. Я практически весь посадочный материал, я его запихнула вот сюда. Ну так вот, смотрим, здесь видно, что луковки хорошенькие, крепенькие. Вот они, вот они уже начинают трогаться в рост. В принципе, можно уже подсаживать. Вот то, что я вот здесь посадила. То есть это вот, это все земля. Немножко подчистить надо. Без всяких хлопот. Вот, вы видите, эти корни подсохли, но почечки, вот они уже просыпаются и пускаются в рост. То есть сейчас уже можно в какой-нибудь ящик их разложить. И здесь вот видно, что я не соблюдала там, скажем так, вверх-вниз. Просто пихала их так, как они были. Как они у меня были выкопаны, под руку попадались. Тут некоторые вот даже при желании можно уже поделить. То есть снизу земли насыпала, слой хороший положила, беточком практически запихнула. И сверху засыпала землей. Поставила все это в подвал, у меня не промерзаемый. Как видите, земля практически полностью высохшая. Можно было песком засыпать. За зиму ни разу не поливала, не смотрела. И сейчас вот уже вторая половина марта, ну вот, решила посмотреть. Честно говоря, я пихи не трогала, если бы не зашел разговор о том, кто и как хранит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok